Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали возможностью забрать абсолютно бесплатно себе вполне себе даже годную восьмерку. Т-27 средний танк 8 уровня, премиумная тачка, которую может забрать каждый из вас. Если вы послушаете внимательно то, что я вам сейчас буду рассказывать, прислушаетесь к моим советам и возможно эти советы помогут вам, ну скажем так, более гарантированно забрать себе данную машину. Зайдя в магазин вы увидите вот такой вот квест. Не спешите его пожалуйста активировать. Подготовьтесь сначала к тому, чтобы его попытаться пройти, потому что пройти его необходимо за 10 минут с момента того, как вы активируете себе данный квест. Когда вы нажмете на кнопку получить, данный приказ упадет к вам в хранилище. Там он будет лежать в течение 6 часов с момента, как вы его получили. И за это время, в удобное для вас время, вам необходимо его выполнить. Как это сделать? Как вы видите, здесь необходимо всего лишь за 10 минут, а по большому счету это один бой в нашей игре, выполнить данный квест, а именно получить знак классности первой степени или выше. То есть либо знак классности, либо мастер. Что касается знаков классности второй и третьей степени, они соответственно не подходят. Т-27 может быть не всем понравится, но как халява мне кажется очень даже то, что надо. Что касается того, как пройти. Давайте для начала разберемся, что такое знак классности. Я понимаю, что для многих игроков эта информация известна и возможно данная часть видео будет не сильно полезна именно вам. Но ребят, среди нас есть тем, кто недавно в игре. Так вот, для того, чтобы понять, что такое знак классности, давайте обратимся к нашим наградам и посмотрим, что конкретно здесь написано. Здесь написано, что знак классности первой степени присваивается игроку за мастерство владения танком. Для получения награды необходимо заработать больше опыта за бой, чем средний максимальный опыт за неделю у 95% игроков на данном танке. О чем это говорит? Это говорит о том, что для прохождения данного квеста не вздумайте брать какие-нибудь супергодные танки по типу крушителя и подобных машин, которые расположены на 7, 8, 9 и уж тем более на 10 уровне. Потому что на данной технике играет максимальное количество игроков. Берите что-то максимально непопулярное. Ну, допустим, тот же самый Рюдольф. Или я не знаю, я себе, допустим, для данного видео и для прохождения квеста, хотя Т-27 у меня есть, выбрал себе Эпсилона. Сейчас объясню, по какому принципу я выбирал именно Эпсилона. Значит, смотрите, есть вот такой вот сайтик, на котором я очень часто показываю вам сравнительную таблицу танков. Ссылочку на данный портал я вам оставлю. Как им пользоваться? Заходите по ссылке, нажимаете добавить танк, выбираете себе уровень техники, который вы себе присматриваете. В моем случае это шестерки. Ну и, соответственно, смотрите какую-нибудь коллекционку, которая имеет, ну, самый низкий уровень интереса игроков за последнее время. Допустим, выбираем в моем случае ПТшки. Вы знаете, что у вас есть, допустим, там, не знаю, Криос или еще какая-нибудь машина. В моем случае это Эпсилон. Нажимаете, допустим, вот сюда, и вам идет выборка полностью всех ПТшек, которые есть на шестом уровне. Опускаетесь в таблице вниз и смотрите, какое количество игроков за последнее время играло на данной машине. Итак, как вы видите, есть 23 игрока, 21 игрок, а есть 318. Это говорит о том, что на технике, на которой играло большое количество игроков, там, соответственно, планка гораздо выше, нежели на, в моем случае, Эпсилоне, обратите внимание. Играло всего лишь 20 игроков. То есть, переплюнуть вот этих 20-рых гораздо проще, нежели переплюнуть тех, которые играли на М18 Hellcat, допустим, на проходной технике. Короче говоря, выбираете уровень, выбираете себе выборку или делаете полный список машин. И, соответственно, смотрите на то, сколько игроков играло за последнее время на данных машинах. Если вдруг у вас нет, допустим, там, ПТшек, то, соответственно, выбираете себе, там, не знаю, пятый или шестой уровень тяжелые танки. Смотрите, что у вас есть. Допустим, у вас есть в коллекции Outcast. Выбираете себе, опять-таки, все тяжелые танки по уровню, опускаетесь вниз таблицы и по тому же самому принципу смотрите на количество игроков. Если у вас есть, к примеру, ледокол, на нем играли 35 игроков. На Бархане играло 25 игроков. Если мы говорим с вами про, допустим, тот же самый Феррум, на Ферруме 46 игроков. Соответственно, ну, более популярная тачка. 22 игрока играло на Титане 150-м. Вдруг вы коллекционер, ну и, соответственно, у вас эта машина в коллекции есть, но вы ею особо не пользовались. Вот у вас есть, допустим, Бластероид. На Бластероиде играло вообще 6 игроков. И если бы у меня был Бластероид, то я, понятное дело, зашел бы на нем, либо на Черчилле W, которого у меня, к сожалению, тоже в коллекции нет. Тот же самый Киборг, целых 80 игроков. Ну и, соответственно, не имеет смысла данную машину себе брать в выборку. Таким образом, друзья мои, вы выбирать должны себе, как я уже сказал, максимально непопулярную машину. В моем случае это будет Эпсилон, потому что, исходя из всех остальных машин, которые низкоуровневые, есть у меня в коллекции, эта машина является самой непопулярной из тех, которые у меня в коллекции находятся. Ну и теперь, ребят, давайте я попытаюсь данный квестик пройти. Ничего не потеряю, если я его не пройду, потому что, как я уже сказал, у меня Т27 в коллекции есть. Машина приятная, интересная, интересный барабан, довольно скорострельный. Ну и, в конце концов, если я не заберу его, я ничего не теряю, а если заберу, то получу какую-то компенсацию. Компенсация в чем, я не знаю, серьезно. Но давайте попытаемся теперь Т27 забрать. У меня есть всего одна попытка. Руки, честно говоря, немножко трясутся, даже несмотря на то, что Шкода Т27, в принципе, мне не есть необходимой. Теперь активировалось вот у нас окошечко. Я могу приступить к выполнению задания, либо отложить его, как я говорил, в течение 6 часов вернуться к этой теме. Ну и, соответственно, позже это сделать. Ну что, поехали. 10 минут времени, нажимаем «Приступить». Заранее подготовьтесь к тому, чтобы вы попали в обычный бой. Ни в коем случае не рейтинговый, не там какой-нибудь гравитации. И отправляемся в катку. Какова моя задача в этом бою? Максимально долго прожить. Нанести максимальный урон за бой. По возможности кого-нибудь завалить. Карта протока вообще мне не подходит. Это просто жестяк какой-то. Такое впечатление, что специально туда бросили меня. Но давайте будем пытаться что-то сделать. Куда ехать, честно говоря, на Эпсилоне на протоке, я не совсем на данный момент понимаю. Но в любом случае буду пытаться держаться позади всех своих союзников и пытаться накидывать по их засветам. Такс, поехали. Еще и как на зло тормозит. Просто супер. Вообще, балдеж, все сложилось как нельзя лучше. Обалдеть не встать. Блин, ну деваться некуда, надо играть. Надо играть, надо что-то пытаться делать. Не понимаю, почему, блин, такие лаги в самый неподходящий момент. Ну, давай. Моя задача нанести на Эпсилоне хотя бы 6 раз урон. Так, ждем. Блин, по мне отбрасывают. Как же лагает, просто капец. Ребят, ну ничего не вырезаю, ничего не выбрасываю. Уже как будет, так будет. Сейчас попытаюсь. Сейчас попытаюсь чего-то сделать. Два выстрела. Да, это очень обидно. Это очень обидно и очень не кстати. Будьте готовы и к такому развитию событий. Друзья, такое тоже бывает, когда от твоего боя очень многое зависит. И вот такую вот пакость игра преподносит тебе. Причем, что самое интересное, я сегодня утром сыграл достаточное количество боев. И в итоге, блин, именно на этот бой пришли самые, самые тяжелые, друзья мои, условия боя. Не успеваю. Не успеваю я сделать намеченное. Не успеваю накидать необходимое количество урона. Скорее всего, это будет в лучшем случае знак классности второй степени. Не выше однозначно. Так, ну этого добираю. Бой закончился. Два фрага. Не знаю, успел ли набросать необходимое количество урона. Смотрим. Победа. И что мы имеем? Что мы имеем по результатам? Прошел, не прошел? Какой уровень знака классности я сейчас получаю? Ну, барабанная дробь. Блин, меня всего аж колотит, ребят. Такой адреналин круче, чем контейнеры. 881. Знак классности второй степени. Что ж за зараза-то такая? Буквально, буквально одного-двух выстрелов мне не хватило для того, чтобы забрать. Так, давайте. Возможно, есть еще время на то, чтобы успеть выполнить. Честно говоря, не засекал, сколько времени у меня ушло на то, чтобы в данном бою побыть. Слава богу, прошел этот бой максимально быстро. Максимально быстро, но это не есть панацея. Возможно, в этом бою получится немножечко лучше, но если дальше продолжить так же лагать, это будет просто капец. Что ж такое-то, а? В самый неподходящий момент, ребят. В самый неподходящий. Это просто жестяк реальный. Просто жесть вообще. Блин, лагать продолжает. Продолжает лагать. Продолжает лагать. Это просто, блин, лажа такая. Такая лажовая лажа. Продолжает лагать. Продолжает лагать. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да как же так-то? Как же так? Пробъем. Отхватываю, отхватываю по полной программе Три выстрела Четыре Четыре Блин Нет, ну здесь не будет знака классности точно в первой степени, блин Нас осталось двое, а это значит, что, в принципе, недолго, как говорится, нам осталось Ну, давай, родной, Эпсилон, но Ааа, последний выстрел в молоко Блин, ааа, ё-моё Да, всё, ребят На этом, как говорится, поиграли Не знаю, если сейчас успею зайти ещё в один бой То, может быть, там вытяну Но, блин, навряд ли Навряд ли я успею Сделать третью катку Быстрее, быстрее Ну, ну, давай Давай, быстрее раздупляйся Время Ну, разработчики молодцы 1318 единиц нанесённого урона 318 единиц Это, в принципе, очень круто Была бы здесь победа, ребят И это знак классности первой степени Однозначно сразу Если есть Эпсилон, ребят И нет глюков То обязательно берите Именно эту машину в бой Потому что на ней Сделать знак классности Не составит абсолютно никакого труда Каждая секунда на счету Пускает в бой Ну, очень долго Прям совсем 20 секунд Блин Какой жестяк Да, вы знаете, вот серьёзно Никакая рулетка Никакие контейнеры Такого экстрима Вам не дадут однозначно Это, конечно, разработчики Классно придумали Вот для тех, которые Любят пощекотать себе нервы Мне кажется, самое то Такс Смотрим Поехали на линию СТ-шек Главное не выпячиваться В начале боя Дождаться засветов А дальше уже Надеяться на то, что фортанёт И всё будет нормально Я вообще Серьёзно Я не знаю, как вы сейчас это смотрите Если смотрите Вы реально герои И Пожалуйста, лайкните Те, кто Сейчас Смотрит это видео И Сочувствует мне Пожалуйста Мне очень нужна Ваша поддержка А ещё подписывайтесь на канал Если вы за честность Ни от кого ничего не скрываю Мог бы перейти на другой аккаунт Снимать там Возможно без лагов Но Уже, знаете Если Если уже завёлся Если уже Вошёл в драку То То Уже будь добр Как говорится Отыгрывать на все 100 Вне зависимости от того Какие твои шансы На что-либо Раз Стой там Гусеница крит Класс Просто супер Вообще Блин Действительно Критануть гусеницу Вместо того Чтобы нанести урон Это конечно Круто Так Пока у нас 1-1 С соперниками Подъезжаем Немножко ближе Я заметил Что Играть В прицеле Получается Немножко лучше Выше Выше Необходимого уровня Рикошет Блин Ну что Подкручено Что ли Я понять не могу 3-3 Все Блин Половину ХП Слил Ну нет С такими лагами Реально Пройти Невозможно За 10 минут Получить знак Классности С учетом Того Что Блин Ты Реально Не можешь Никуда Не доехать Не прицелиться Не сделать Ничего Это конечно Та еще история Ну все Ребят Это Это Сразу Сразу На выход Как говорится В этом бою Вообще Ничего не получилось Реально ли пройти Этот квест Да конечно Реально Абсолютно Реально Это Я бы сказал Что Задача Не легкая Но и не настолько Сложная Чтобы быть Абсолютно Невыполнимой Главное Иметь коллекционные Машины У себя В коллекции Все На этом Для меня Прохождение Закончено 200 тысяч Серебром Я отсюда Забираю К сожалению Т27 Не получил Но очень сильно Надеюсь Что мое видео Будет вам полезным Хотя бы Тем что у вас Будет плюс-минус Понимание Чего требует От вас Игра Для того Чтобы этот квест Пройти Расстроен Расстроен До безобразия Хотелось Конечно Сейчас Т27 Себе Забрать Показать Какая Компенсация Будет Я Желаю Вам Чтобы у вас Не было Вот такой Лажи С прохождением Данного Квестика Попробуйте Сначала Зайти в бой Посмотреть Все ли у вас Нормально Будет С игрой Ну а потом Уже Активировать Сам квест Я побежал Снимать Следующее Видео Специально Для вас А вам Друзья Мои Мира Ну и Обязательно Спокойствия Пока Пока